Телеканал КРТ представляет Согласно информации СНН, ФБР вручило его адвокату ордер на обыск, а сам Берр сдал свой телефон для проведения следственных действий. 24 января 2020 года Комитеты Сената США по здравоохранению и по внешней политике провели закрытый брифинг об эпидемии COVID-19, на котором главы этих двух комитетов вместе с приглашенными экспертами разъяснили ряду других сенаторов, имевших необходимый допуск секретности, об особенностях вируса и его последствиях. Интересно, что ставшие на сегодня достоянием гласности сведения об этом брифинге говорят о высоком уровне компетентности экспертов. Они прогнозировали недостаток масок и антисептиков, отсутствие в необходимом количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, чрезмерную нагрузку на энергосети, коллапс одних отраслей и перевод других на удаленную работу. В случае непринятия срочных мер эксперты пугали цифры до 2 миллионов погибших. Ну, здесь понятно, экспертам проще напугать чиновников, чтобы потом сказать, что это благодаря их предупреждениям количество жертв намного меньше возможного. А во всем остальном, согласитесь, как на конец января, так вполне достойный анализ и прогноз. Перефразируя экс-президента Порошенко, какой вам еще информации от китайцев не хватало. Глава Комитета по разведке, сенатор Ричард Берр, старый приятель Дональда Трампа решил, что главное не создавать паники. И 7 февраля на открытом заседании Сената заявил, цитата, К счастью, сегодня Соединенные Штаты лучше, чем когда-либо, подготовлены к тому, чтобы противостоять новым угрозам для общественного здравоохранения, таким как коронавирус. В значительной степени, благодаря работе Комитета по здравоохранению, Сената, Конгресса и администрации Трампа. Однако сам сенатор со своей женой 13 февраля десятками отдельных транзакций, чтобы не привлекать внимания, продал на бирже пакеты акций на сумму от 628 тысяч долларов до 1 миллиона 700 тысяч долларов. А 17 февраля американский фондовый рынок пережил одно из крупнейших падений в своей истории. Здесь необходимо уточнить, что в 2012 году стараниями сенатора Джо Либермана был принят специальный закон, прямо запрещающий сенаторам использовать секретную и инсайдерскую информацию в личных целях. Но сенатор Берр не зря возглавлял Комитет по разведке. Он знал, с кем можно пойти в разведку. Самая возрастная сенатор, первая в истории США с женщином мэр Сан-Франциско, в прошлом заместитель главы Комитета по разведке, 86-летняя Дайана Фонштейн, тоже сбросила токсичные акции накануне падения. Но по сравнению с экс-губернатором Джорджии, сенатором Дэвидом Пердью, эта парочка, вносящая совместные законопроекты, жалкие лохи. Пердью, который также по должности присутствовал на секретном брифинге 24 января, не только сбросил токсичных акций на 825 тысяч долларов, но и приобрел на 1 800 000 пакет акций компании Дюпон, которая, в числе прочего, производит медицинские маски и иные индивидуальные средства защиты. Впрочем, ради гендерного равенства стоит упомянуть сенаторшу о той же Джорджии Келли Лофлер, муж которой Джеффрис Претчер, по счастливой случайности, президент Нью-Йоркской фондовой биржи, той самой, которой предстояли небывалые потрясения. Эта сладкая парочка продала токсичных акций на сумму от 1 275 000 долларов до 3 100 000 долларов, а затем приобрела акции компании Citrix Systems, которая производит электронный софт для удаленной торговли. Ну, а самое громкое обвинение инсайдеров было озвучено в адрес самого богатого сенатора Грега Джанфорта, который после секретного брифинга тайно и недорого прикупил завод по производству гидроксихлорохина, препарата, который первое время считался лекарством от коронавируса и активно лоббировался Дональдом Трампом. Но пока под ударом ФБР находится только Ричард Берр, что неудивительно. Он публично конфликтовал с тогдашним главой бюро Джеймсом Комни во время сенатских слушаний по так называемому русскому досье Дональда Трампа. А у таких служб, даже при смене руководства, долгая память и длинные руки. Впрочем, видимо, наш мир все же находится в равновесии. Если в одном месте джентльмены ведут себя как разбойники с большой дороги, то где-то должен быть и противоположный пример. И я нашел его. В Мексике задержали членов наркокартеля, которые в связи с коронавирусом раздавали гуманитарную помощь. В этой новости, воистину, прекрасно все. Редактор субтитров А.Семкин